Это видео будет в не совсем привычном для вас формате. Кстати, после просмотра напишите, как он вам. Но сразу хочу подчеркнуть жирной красной линией, что вся информация в данном видеоролике является лишь моей субъективной интерпретацией нашей действительности и не претендует на истину последней инстанции. Но тут вы спросите, подожди-ка, ролик ведь называется «Скрытая правда о нашем мире». Я здесь, чтобы узнать эту правду. Я отвечу так. Загляните в комментарии под любым из моих роликов и увидите, что правда у каждого своя. Кто-то верит в теорию анунаков и планету Нибиру, даже не удосужившись потратить время и понять, что вся теория палеоконтакта, которую продвигал Захарий Сичин, является одним из масонских проектов по дискредитации реального положения дела. Кто-то считает, что человек произошел от обезьяны и все освещаемое на канале антинаучной инсинуации. Ну а кто-то и вовсе окрестил наш мир «Матрицей», забыв упомянуть, что фильм, концепт которого эта теория использует, сняли братья Вачовски, которые на 100% являются проводниками идеи темных элит, которые претерпели гендерную трансформацию и стали сестрами. Думаю, не стоит говорить, каким количеством масонской символики наполнен фильм «Матрица». Но кому есть дело до реальных исследований? Все привыкли потреблять информационный контент, слепо доверяя тем или иным спикерам, не проверяя информацию и не изучая глубинные подоплеки. Я же буду делиться своими мыслями, актуальными на май 2022 года. Усаживайтесь поудобнее, налейте теплого чая, мы начинаем наше долгое путешествие. Раньше я думал, что существуют полутона, оттенки, что концепт добра и зла является своеобразным атовизмом классических религий. Но, друзья, я никогда еще так не ошибался. Начнем с самого простого. Давайте возьмем весь спектр человеческих эмоций. В одном углу ринга у нас сострадание, любовь, милосердие, всепрощение, отзывчивость, а в другом углу ненависть, эгоизм, зависть, грубость и так далее. Найдите мне среди этих ребят полутона, сомневаясь, что вы это сделаете. Все эти эмоционально-душевные состояния человека ярко окрашены черным или белым. Никаких оттенков и полутонов нет. Представьте, что внутри вас два сосуда и на протяжении всей вашей жизни они наполняются из двух разных источников. У кого-то будет полон один, у кого-то второй, как ни крути. Итак, день сменяет ночь, свет одолевает тьму, мужчина находит женщину, инь уравновешивает янь, солнце сменяет луну и так далее. Как вы можете заметить, наш мир – это дуальная конструкция. Данный факт предоставляет нам возможность понять самое главное. Цель жизни человека – наполнить один из вышеупомянутых сосудов. При этом неважно, какой социальный статус вы занимали в этом мире. В информационное поле Земли или книгу жизни все равно записаны все ваши мысли, слова, поступки, а также принятые решения, которые будут играть основополагающую роль в вашем переезде из этого мира. Но об этом позже. Итак, переходим в плоскость оккультного знания. Далее я приведу ряд материалов, которые послужат мастер-ключами к дальнейшему изучению нашего мира. Отбросьте груз предубеждений и внимательно анализируйте информацию. Для небольшой затравки предлагаю ознакомиться со следующими видеороликами. Кэрол Розен была спикером и партнером Верна Вон Брауна, который был главной фигурой в сфере строительства ракеты нацистской Германии. В 1974-м я встретилась с доктором Вернер Вон Брауном. И он говорил это и снова, и снова, и снова. Все четыре следующих года, как я с ним работала и общалась, он говорил про эту последнюю карту. Помни, Кэрол, последняя карта – это карта пришельцев. Мы должны построить против них оружие. И все это, он сказал, это ложь. Он говорил это с полной серьезностью. Итак, значит, Пентагон и Министерство обороны власти приказывают остановить расследование об НЛО, потому что они демонические? Верно. И мы продолжили. Мы сказали, что нам очень интересна эта тема про деятельность этих духов. И он сказал, это будет реализовано уникальным способом. Этот великий план, он заставит людей с радостью принять эту уловку. Потому что, как он говорит, духи объявят себя жителями других планет из далеких галактик. Он считал, что они пытаются заставить нас поверить в пришельцев. И это для того, чтобы они могли разыграть фейковое вторжение пришельцев, что даст возможность подвести всех к приходу нового мирового порядка. Потому что в случае такого нападения мы все объединимся. И все фильмы, как мы знаем, про это из фильмов, как «О, они нападают, давайте позовем Китай, да, мы все вместе, мы иди». Это все конечные цели этого. Вильям Купер, он был тот парень, который такой, пришельцы существуют, и видела эти документы, у них есть отчеты про это крушение. У него была своя личная радиостанция. И тогда он такой, они хотят все подстроить, хотят разыграть фейковое вторжение пришельцев. Вот что они делают. Есть очень-очень четкая связь между тем, как люди представляют демонов из Гиблии и других религий, между НЛО-феноменом. И мы имеем то, что есть что-то, не похожее на человека. Разогрелись? Тогда едем дальше. Епископ Русской Православной Церкви XIX века Игнатий Бринчанинов дает, на мой взгляд, информацию об устройстве мироздания, которое заслуживает самого тщательного изучения. Приведу цитату из его собрания сочинений, а именно том под номером 3, который называется «Слово о смерти» и «Слово о человеке». И прежде чем процитировать, хочу отметить, что в момент прочтения автор раскрывает себя как весьма образованный человек, который имеет обширные познания в науке, ведь многие феномены он объясняет именно с помощью научного подхода. До падения человека, тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебилости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, ныне ему естественных. Чувства его были несравненно тоньше, действие их было несравненно обширнее, вполне свободно. Облеченный в такое тело, с такими органами чувств, человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душою, был способен к общению с ними, к тому боговедению и общению с Богом, которые сродни святым духом. Святое тело человека не служило для сего препятствием, не отделяло человека от мира духов. Человек, облеченный в тело, способен был для жительства в рае, в котором ныне способны пребывать одни святые и одними душами своими, в которой взойдут и тела святых по воскресенье. Как вам такое, друзья? Где сейчас говорят о том, что до падения у человека были такие способности? Об этом только косвенно может быть упомянуто в апокрифической книге Еноха, где, собственно, и говорится о взятии его на небо в физическом теле. То есть есть измерение выше и измерение ниже. Соответственно, дальше мы поговорим о существах, которые их населяют. Но для начала определимся. То, что есть материальный мир и есть духовный или астральный, это уже аксиома. Ради чего была ваша сделка? Добраться туда, где я сейчас. И с кем вы заключили эту сделку? С верховным главнокомандующим. Неужели этой земли? Этой земли и мира, которую мы не можем видеть? Именно демоны диктуют медиумам элиты свои приказы, которые те после погружения в транс посредством различных психотропных веществ и сообщают своим хозяевам. Именно в таком трансе находился, например, Альберт Пайк, когда записывал план трех мировых войн еще в 19 веке. Поговорим немного об Альберте Пайке. Родился 29 декабря 1809 года. Американский адвокат, генерал армии конфедерации, писатель, видный масон, реформатор древнего и принятого шотландского устава, великий командор Верховного Совета Южной Юрисдикции. Сначала Альберт Пайк вступил в независимый орден от Феллоус в 1840 году и только через 10 лет был инициирован в масонство в ложе «Восточная звезда» номер 2 в Литл-Рок, штат Арканзас, 1850 год. Он получил 10 степеней Йоркского устава между 1850 и 1853 годами до получения Альбертом Маккеем первых 29 градусов древнего и принятого шотландского устава в марте 1853 года в Чарльстоне, Южная Каролина. Главным трудом Альберта Пайка является мораль и догма древнего и принятого шотландского устава масонства. Также стоит упомянуть, что в 1870 году Альберт Пайк, он же Лимуденцов, учредил обряд посвящения и верховному служению Бафомету. В августе 1871 года в Чарльстоне собрался Верховный Совет из 11 масонов, величайших светильников мира, как они себя называли. Там был принят разрушительный документ, который, по сути, определил будущее действие чуть ли не на 100 лет вперед. Начинался документ с обращения к сатане. Это была целая программа так называемого мирового развития, которая была разработана Пайком с 1859 по 1871 годы. Это планы трех мировых войн в 20-м столетии, которые должны увенчаться установлением нового мирового порядка. Про Первую мировую говорилось, что она будет спровоцирована, дабы свергнуть царскую власть в России и ввергнуть эту державу в безумие социалистического атеизма. Вы понимаете, о чем он говорит? Он хочет атеизма. Вот это поворот! Вторая мировая война, по предсказаниям Пайка, произойдет с целью укрепления коммунизма в мире, что и позволит стабилизировать христианский мир и образовать в Палестине еврейское государство Израиль с прицелом на Третью мировую. А потому Третья мировая война придет с Востока и разгорится она из-за конфликта мусульман и израильтян, и в него постепенно будут втянуты все ведущие государства мира. В конечном счете все это приведет к уничтожению западного общества. Внимание, друзья! Об этом он писал еще в 19 веке. Не это ли сейчас происходит на Ближнем Востоке? Я пришел к выводу, что здесь суть проблемы не экономическое противоречие, не демографическое и не политическое. Что этот узелок противоречия между палестинцами и израильтянами, а по большому счету между арабским, исламским миром и Израилем, он заключается в духовной, в идеологической сфере. Итак, перед вами Уильям Блейк. Этот английский поэт и живописец вошел в историю как автор философских стихов, которые актуальны и цитируемы в принципе в наше время. Считается, что Блейк обладал способностью видеть скрытое, потусторонние миры, что наложило отпечаток на его творчество. Кстати, его картины часто мелькают в околоокульной среде. Повзрослев, юноша постоянно пребывал в меланхоличном настроении, словно находясь в полусне или подвешенном состоянии между небесами и землей. Для печатания собственных небольших книжек с иллюстрациями Блейк придумал особый метод печати. При этом он утверждал, что никакого отношения к изобретению не имеет, поскольку секрет ему открыл якобы дух его умершего брата. Здесь вставлю свой комментарий. Бывший станист, если конечно таки бывают, Роджер Марнье в своем большом интервью сообщает, что общение с духами якобы умерших является обыкновенным общением с демонами или инвокацией, которые могут принимать вид любого человека, но, видимо, для большего доверия принимают вид близких людей. Видения по воспоминаниям Уильяма посещали его всегда. Все свои видения он переносил на бумагу в виде образов или слов. В письме, датированном 1803 годом, поэт писал, что некто надиктовал ему эти стихи. По 12, даже 30 слов, без размышлений и перерывов, и он записывал послания даже против собственной воли. Сегодня практически ничего не изменилось, разве что литература была заменена большим шоу-бизнесом. А так, представители этой когорты говорят практически о том же, о чем говорил Уильям Блейк. Я могу пытаться, но не выходит. Я могу сильно петь ноты и делать все остальное, но когда я одна, не получается. Я помню, перед одним выступлением я подняла руки, и это было в первый раз, когда я почувствовала, как что-то в меня вошло. Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, это была паршивая сделка, но по крайней мере, он пришел с подарками, словно хэппи мил. Иногда я не хочу выглядеть как Кэти Перри. И это одна из причин, почему я подстриглась. Я хочу вернуть себя прежнюю. Когда мне было 15, я только попала в музыкальную индустрию, и я клянусь, я хотела быть как эмигрант в музыке, но это не сработало, и я продала душу дьяволу. Может быть мне снова сыграть Митча Маконова? Спасибо Сатане за вдохновение для этой роли. Ну и в противовес, конечно, хотелось бы показать и наших представителей искусства, начиная с Федора Михайловича Достоевского, с которого мы и начнем, до современных. Вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения наступает материализм и слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения. Очень хочется привести в пример также цитату из произведения братья Карамазовы. В ней ведется повествование из уст беса. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человека Бог. Друзья, здесь хочется сделать небольшую ремарку. Как вы знаете, концепт того, что люди являются богами и могут все, достаточно стар. Сегодня он перекочевал в такие новые учения, как New Age, эзотерические многие направления, и там предлагается трансформировать свои способности посредством неких духовных практик Востока. А между тем, давайте вспомним, о чем говорил змей в Эдеме, когда соблазнил Еву. Будете как боги, знающие добро и зло. По-моему, уже очень старая уловка, вам не кажется? Вот тут, кстати, еще в тему вспомнить о культиста и сатаниста Алистера Кроуэля, который опубликовал в своей книге закона видоизмененное выражение «Делай, что хочешь, таков без закон». Это та самая сатанинская парадигма, основа которой заключается в безнаказанном следовании своим низшим желаниям и фактическое превращение человека в зверя, которым и именовал себя Кроуэля. Помимо этого, также известно, что он сам входил в контакт с инфернальным миром в пустыне недалеко от Алжира в 1909 году, о чем пишет в своей статье Щербаков Алексей Юрьевич. Поищите, почитайте. Подробностей освещать не буду, так как в пустыне был произведен неприятный ритуал, который позволил совершить инвокацию Алистеру Кроуэля. Да, надо отметить, кстати, что термин «инвокация» означает призывание или в воззвание наряду с эвакацией один из двух основных способов установления контакта с сущностью, которая желает вызвать маг. Ну и раз уж мы переходим из плоскости художественной литературы в плоскость кинематографа, аналогии ради стоит опомянуть персонажа киновселенной Марвел Доктора Стрэнджа, через которого мировая закулиса ввела магию, оккультизм, включая различные символы и наличие других измерений, в одном из которых, кстати, он сражался с демоном Дармаму, где и поместил его в обременную петлю. Ну а сам доктор то и дело показывает жест Бафомета и другие оккультные символы. За всеми этими войнами, финансовыми движениями, санкциями стоит какой-то религиозный замысел. Конечно. Вся мировая история это борьба ворца, Бога и дьявола. Естественно, что эти акционеры Федеральной резервной системы как раз являются слугами. А мы все говорим о том, что происходит, до рационализации сознания, до внедрения оккультизма, везде и всюду, во всех сферах, в мировоззрении, значит, в философии, в культуре, в экономике, где угодно. Да, именно оккультные методики сегодня заменяют образование, вместо образовательных методик, вместо образования мы получаем психотехнику, мы получаем кодирование, зомбирование. Причем те психотехники, которые используются, они действительно реально, тот же НЛП основывается на оккультных технологиях, которые берут из опыта древних оккультных обществ. Это все есть. Ёлка-то, насколько я знаю, на Новый год вы не наряжаете. Ёлка-то сатанизм, ёлка-то символ смерти во всех языческих культах поганых. И это тоже ввел Петр I, и даже при нем, несмотря на его такой вообще настойчивый нрав, это не прижилось, это прижилось только в конце XIX века. Декабристы, на самом деле, это были все исключительно хенами масонских лож, одной из задач которых состояло, прежде всего, не просто освежение царизма, а надо было уничтожить империю. Если этот центр называется ЦЕРН, то существует такой ЦЕРНУНОС, по-моему, такой кельтский, одно из кельтских божеств, который буквально означает, как, значит, некто рогатый. Слово «сатана», по мнению докладчика, как любое имя собственное, необходимо писать с большой прописной буквы. Это не наименование чего-то безличного и неодушевленного. Сатана или дьявол, это существо, ясно осознающее себя личностью, это его собственное имя. Две сферы мироздания. Поэтому у каждого человека на земле в результате дедуктивной причинно-следственной связи с земным предназначением человечества есть только два пути вечного жизни своей души. Первый, либо вверх к Богу на небеса, либо вниз к сатане в преисподнюю. Добро пожаловать в реальный мир. Если в комментариях будет положительный фидбэк, обратная связь, то вторая часть не заставит себя долго ждать. Ну и если вы смотрите это видео, но не подписаны, пора это недоразумение исправить. Также ставьте пальцы вверх, если хотите продолжения. Конечно же, жмите на колокольчик, дабы не пропускать новые видео. Ну и напоследок призываю подписаться на телеграм-канал и другие платформы. Все ссылки будут в закрепленном комментарии под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok